Взорвать никого не успели. На Урале арестованы семеро членов ИГИЛ, группировки запрещенной в России, которые готовили теракты в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Главарь этих бандитов, как сообщили в ФСБ, приехал из Турции. С конца января это третья группа террористов из ИГИЛ, обезвреженных на территории России. Подробности спецоперации в репортаже Дмитрия Рункова. В Екатеринбурге ликвидирована лаборатория, где изготавливались бомбы, хранились взрывчатые вещества, оружие и экстремистская литература. Все принадлежало членам ячейки террористической организации ИГИЛ. Все семеро арестованные это россияне и выходцы из Центральной Азии. Они планировали взрывы в Москве, Санкт-Петербурге и на Урале. Подобная террористическая ячейка была уничтожена и в самой столице тремя месяцами ранее. Откройте дверь с паспортами по одному на выход. В обычной съемной квартире на последнем этаже боевики разрабатывали план атаки на общественный транспорт. Одно самодельное взрывное устройство они успели собрать. В стиральной машине и под ванной компоненты для изготовления еще нескольких бомб. На явочной квартире постоянно прибывали около десятка человек. Часть из них в Москву приехала прямиком из лагерей боевиков в Сирии. После чего и попала в черный список правоохранителей. Пресечены попытки ухода в Сирию и Ирак более 100 граждан Российской Федерации. Установлены более 2900 россиян, подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций. Из их числа 198 уничтожены во время боевых действий за границей. 214 вернулись в Россию. Все они взяты под плотный контроль правоохранительных органов. 80 осуждены, 41 арестованы. В ноябре в Нальчике был уничтожен Роберт Замкишиев по прозвищу Абдула. Он занимался организацией терактов внутри страны, а также был причастен к убийствам сотрудников правоохранительных органов. Уже через месяц после отказа сдастся. Ликвидирован и его предполагаемый преемник Юрий Бицуев. Наметилась очень опасная для нас всех проблема. Возвращение террористов из зон вооруженных конфликтов в свои страны для участия в террористической деятельности. А также в вербовке новых членов международных террористических организаций. По таким фактам следственными органами России уже расследуются почти 650 уголовных дел. Пожалуй, самое резонансное из них дело Александра Ивановой, она же Варвара Караулова. Студентка-отличница МГУ после переписки с вербовщиками в соцсетях присягнула на верность ИГИЛ. Караулову удалось задержать на границе Сирии. Сейчас она подозревается в попытке участия в деятельности террористической организации. Правоохранители тысячами закрывают сайты, через которые вербуют новых союзников ИГИЛ. Число преступлений, связанных с терроризмом, в прошлом году уменьшилось в 2,5 раза. Но угрозы все же сохраняются. По данным российских спецслужб, так называемом «Исламском государстве», функционирует целое специальное подразделение для подготовки терактов в России и Европе. В его состав входят преимущественно уроженцы Северного Кавказа. По словам представителей антитеррористического комитета, эта информация известна и сотрудники действуют на упреждение. Дмитрий Рунков, Дмитрий Синицын, Руслан Башко, Первый канал.